В Апатитах появился первый в области музей, посвященный 400-летию династии Романовых. Он расположился в храме новомучеников и исповедников российских. С начала июня музей принимает гостей. В этот четверг наша съемочная группа побывала на экскурсии вместе с юными гимназистами. На вопрос, кто изображен на портрете из каменной крошки, сделанном апатитским мастером, ребята из апатитской гимназии ответить не смогли. Историю семьи императора Николая II и династии Романовых ученики начальных классов еще не проходили. «Человек был очень предан России, жил и работал на благо Родины. И, так сказать, добровольно пошел на Голгофу всей семьей и отдал свои жизни и жизни своих детей за то, чтобы не пролилась ни одна капля русской крови. Все получилось, точности наоборот, к сожалению. Поэтому мы должны чтить память царя. И, как говорят все святые, что царь Николай все ближе находится к кресту и молится за Россию». Экскурсию проводит Татьяна Евсеичек, одетая в костюм бояринь, который сшила сама. Она давно и глубоко интересуется жизнью царской семьи. Собирала материалы для музея в течение 20 лет. В этом ей помогали многие православные люди. И в итоге в апатитах появились эксклюзивные экспонаты – ровесники императора. Среди них есть и религиозные книги, и даже настоящая медаль Николая Второго. Очень много фотографий. «Это фотографии из личных альбомов. Здесь мы видим семью на отдыхе, отдыхающими, купающимися во время обеда. Это частные такие фотографии. Эти фотографии позволяют нам увидеть семью в быту. Какие они были, какое воспитание дети получили в этой семье». Ныне членов семьи Романовых причислили к лику святых, как за их добрые дела, так и за мученическую смерть. А теперь им посвящен и первый в области музей. Посетить его можно по четвергам в 11 часов бесплатно. Заявки подавать в церковь по телефону 61990. Субтитры создавал DimaTorzok